Всем привет! Вы на канале Элизабет Букс. Сегодня я буду собирать свою идеальную библиотеку из 30 книг. Только из 30 книг. Об этом свидетельствует моя разграбленная библиотека за моей спиной. И эту идею мне подкинула Мария Кондо, автор книги «Магическая уборка» и специалист по чистоте и порядку в доме, которая с недавнего времени в своем ТВ-шоу заявила о таком интересном предположении, что у каждого человека в доме должно быть ровно 30 книг. И все эти книги должны быть непрочитаны, потому что прочитанные книги, по ее мнению, больше не принесут вам никакой пользы, и вы не сможете найти в них что-то интересное для себя. Конечно же, эта новость всколыхнула сообщество книголюбов, заставила сердечки трепетать при взгляде на свою огромную библиотеку. Но мне кажется, что сколько людей, столько и мнений, это очень тонкий вопрос, сколько книг должно быть у вас в доме, и все это зависит, конечно, именно от вас. В последнюю неделю я стала замечать, что многие буктёберы выкладывают подобные видео, где отбирают из своей библиотеки 30 книг, без которых они бы никак не смогли прожить. И если бы все остальные книги сказали бы выкинуть, они бы оставили вот именно эти 30 книг. Я решила снять подобное видео, но, конечно, 30 непрочитанных книг у меня не накопилось. И я решила немножечко схитрить, скомбинировать все непрочитанные книги и прочитанные, которые я уже неоднократно перечитывала, и любовь моя с каждым прочтением всё ещё возрастает. Надеюсь, что это будет хотя бы интересно, и если нужно будет мне переезжать и взять с собой определённый лимит книг, я обращусь к этому видео и обязательно вспомню, что же такое я хотела с собой взять. Те книги я распределила условно на две категории. Это подростковые серии и классики. Без классики я бы просто не могла прожить. Это основная часть моей библиотеки в любом случае. И остались у меня 4 книжки, которые не подходят ни под какую категорию, потому что они в своём роде уникальны. Но вот именно их я бы хотела взять с собой в любом случае. И всегда моя рука будет тянуться именно к этим произведениям. И первая книжка — это «Малышка моя. Тринадцатая сказка» от Дианы Сеттерфилд. Увлекательный готический роман, который просто покоряет мне в самое сердце. Мне постоянно хочется опять его перечитать, погрузиться в ту невероятную атмосферу. И если мне нужно будет срочно взять какую-то книгу, без которой я бы не смогла прожить, это будет «Тринадцатая сказка». И первая непрочитанная книга, которую я бы схватила в первую очередь — это сборник эссе Нила Геймана «Вид с дешёвых мест». Эта книга у меня единственная книга от Нила Геймана. И меня это немножечко печалит. Но вот её я бы хотела взять с собой, потому что это такой маленький кусочек моего одного из самых любимых современных писателей, о котором мне бы интересно было узнать и что-то новое подчеркнуть из этой книги. И вообще она мне кажется очень такой интересной. Я её ещё не читала, но будет что почитать. И в любом случае эта книга со мной останется, потому что без Нила Геймана, даже без одной его книги, я бы точно не смогла. Те, кто давно смотрит мои видео, конечно же знают, без каких книг я бы точно не смогла прожить, какие книги я неоднократно перечитываю. Это две моих самых любимых истории из детства. Динка Валентины Асеевой и Александра Бруштейн и её трилогия «Дорога уходит вдаль». Именно с этих книг, как мне кажется, начался мой такой большой и протяжённый читательский путь. Ведь эти книги всегда останутся в моём сердце, на каком-то определённом этаже, который занимают вот только эти два произведения. Я бы точно не хотела без них куда-нибудь уехать, потому что остаться без вот этих двух книжечек, таких пухленьких и больших, я просто не представляю себе, как я тогда вообще смогу существовать в своём читательском мире. Ещё, наверное, многие знают о моей большой любви к эксклюзивной классике. Я выбрала немножечко произведений из всей той коллекции, которую вы уже видели, когда я показывала вам книжные полки. И первым делом я, конечно же, взялась за книгу Антона Павловича Чехова «Дама с собачкой». Это сборник рассказов, в который входят такие произведения, как «Палата номер 6», «Дама с собачкой», «Дом с минозином», «Ионыч», «Попрыгунья» и многие-многие другие. Чехов — это настоящий мастер слова и мастер лаконичных изречений, так что он, как бальзам на душе, как таблетки от гриппа, выписывается буквально маленькими-маленькими дозами по одному рассказу в день. Не могла я оставить и преступление, и наказание Фёдора Михайловича Достоевского. Я начала недавно перечитывать этот роман, и в который раз убедилась, что это очень глубокое произведение с мощным подтекстом. Фёдор Михайлович очень тонко и интересно показывает Петербург глазами людей, которые обитают буквально на дне жизни. Петербург — это давящий город, город, в глубине которого рождаются самые ужасные мысли, и который буквально порождает на свет преступников из-за нищеты и безвыходности, в которую он их кидает. И это очень мощно, очень интересно. Я думаю, «Преступление и наказание» — это именно тот роман, с которым очень хорошо начинать знакомство с Достоевским. И если я что-то захочу у него ещё раз прочитать, это будет именно «Преступление и наказание». Я долго размышляла, стоит ли мне брать с собой роман, поющий в Терновнике Колин МакКаллу, но пришла к выводу, что всё-таки стоит, потому что это пример идеальной семейной саги, которая медленно разворачивается перед нашими глазами. Мы видим персонажей в развитии, мы видим, как они все не похожи друг на друга, как одно поколение может совершенно не похожим быть на другое, как интересно переплетаются судьбы главных героев, вырисовываясь в одну очень запутанную, трагическую, но очень красивую картину. Так что поющие в Терновнике будут со мной. Я абсолютно уверена, что мне захочется перечитать этот роман, может быть, через два или три года. Я не могла оставить себя без творчества моих любимых сестёр Бронте. Первым делом рука у меня потянулась к роману Джен Эрш Шарлотты Бронте, и я решила, что именно эта книга будет со мной до конца, потому что без неё я просто не представляла этот топ. Это настолько проникновенный роман, который забрался куда-то мне глубоко в душу и до сих пор не желает оттуда выходить. Так что Шарлотта Бронте просто, без каких-либо объяснений и причин, отправляется со мной хоть на край света. Немного подумав, я решила, что несправедливо будет оставлять Шарлотту без какой-либо из её сестёр, и взяла ещё роман Эмили Бронте «Грозовой перевал». Эта книга настолько противоречивая, в ней настолько много героев, которых тебе хочется просто забраться в книгу и придушить собственными руками, чтобы они уже не портили жизнь всем остальным. Книга эта абсолютно верно остаётся у меня на полочках, потому что добиться такого, что тебе хочется поголовно убить всех персонажей, это нужно уметь, и нужно знать, как сделать так, чтобы читатель поверил, что вот такие люди существуют. Ещё одна интересная книга, которую я ещё не читала, но включила в этот список, потому что у неё есть огромный аванс в моих глазах, это роман «Три товарища» Эрик Мария Ремарка. Ремарк очень известный писатель, и я наслышана о его творчестве, решила начать знакомство именно с романа «Три товарища», потому что многие читатели советуют именно эту книгу, и я взяла её, но до сих пор не открывала. Так что у меня будет что-то такое интересное, неизведанное, о чём я ещё не знаю буквально ни одного слова. Маркус Зусак и его роман «Книжный вор» — это книга, которая заставила меня буквально плакать в конце, это было настолько проникновенно, сильно, больно, драматично, что я не смогла удержать своих эмоций. Это действительно так, и эта книга, которая вывела меня из себя, из комфортного состояния, должна остаться, хотя бы потому, что она повествует о очень значимых для людей темах, проблемах, раскрывает очень интересные чувства и поднимает острые вопросы, над которыми всегда будет актуально задуматься и всплакнуть в который раз. Остаться без романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» для меня является просто какой-то непассивной задачей, потому что эту книгу я ни за что не отдам. Это моя прелесть не только в плане оформления, но и в плане истории, потому что «Мастер и Маргарита» — этот замечательный роман, великое произведение в русской литературе, покорило меня от и до, и я ни за что его не оставлю, буду перечитывать из года в год, даже если у меня останется всего одна эта книга, я никому её не отдам, даже за миллион других книг. Самое масштабное непрочитанное произведение на моих книжных полках — это роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Я даже поднимаю его с трудом, но именно эту книгу я бы взяла с собой в числе тех 30 книг, которые я сейчас показываю, потому что «Граф Монте-Кристо» мне понравится на 99,9%. Это не должно пройти мимо меня. Я обожаю такие истории, я люблю истории о людях, о мести, о их чувствах, и догадываюсь, что в каких-то вопросах мы, скорее всего, с Александром Дюма сойдёмте, и у нас найдутся такие интересные точки соприкосновения, через которые я полюблю это замечательное произведение. Эта серия книг буквально шантажирует меня своим потрясающим оформлением, это нереально красиво смотрится на книжных полках, и эти книги я однозначно буду оставлять в любом случае, всегда и везде. И сейчас поподробнее расскажу, что же это за произведение мировой классики, на которое я уже положила глаз, а кое-что даже и начала читать. Совсем недавно я взялась за роман Виктора Гюго «Собор парижской богоматери». Это такое произведение, которое даётся не всем с первого раза, даже моя бабушка предупреждала, что оно сложно, и лично ей не понравилось, но я не сдаюсь. Я хочу штурмовать эту книгу, узнать её историю, и попытаться проникнуться теми чувствами, теми событиями, которые испытывали и переживали герои этой книги. Роман «Королева Маргоя» не смогла оставить по той причине, что, скорее всего, граф Монте-Кристо будет скучно одному, и ему понадобится королева, настоящая королева Франции, которая покоряет всех своим величием и грацией, ещё не знакома с этим произведением, так что будет интересно понаблюдать за действиями французского двора, хитросплетениями и острыми интригами. Очередная непрочитанная книга — это роман Гиде Мапасана «Милый друг». Тоже относится к классике это произведение, и мне кажется, я не знаю ничего о сюжете, но какими-то тонкими струнками души, каким-то предчувствием, мне кажется, что эта книга войдёт в топ, скорее всего, моих самых любимых, потому что под этой обложкой собралось всё, что я так сильно люблю. Это противоречивые персонажи и острые проблемы общества. Над романом Оскара Уальда «Портрет Дориана Грея» у меня не стояло никаких вопросов. Я точно знала, что хочу именно эту книгу взять с собой и что её интересно будет перечитывать, может быть, по протяжению какого-то времени, потому что с каждым разом ты берёшь её, открываешь и находишь новые мысли, которые раньше не замечал. Ты можешь поспорить с героем, можешь согласиться с ним, и это будет очень интересно именно в плане теории мироустройства и восприятия мира глазами другого человека. У азбуки иностранки у меня скопилось приличное количество книг, и было очень трудно из них выбирать что-то одно, что-то в очень маленьком количестве, потому что мне хотелось взять все эти книги, они такие пухлые, солидные, читать их можно будет долго, но я остановила свой выбор только на трёх, и это будет беспроигрышный вариант, потому что во всех этих трёх книгах я уверена буквально на сто процентов. Одну я даже читала, и эта книга Уилки Коллинз, «Женщина в белом», роман «Детектив», буквально основоположник этого жанра с очень интересным сюжетом, продуманностью действий. И я до сих пор поражаюсь, как в то время могли продумать и провернуть такое преступление, с каким остроумием, с какой тонкостью и осторожностью это всё делалось. Я буквально хлопаю автору, потому что придумать такое, или, может быть, услышать от кого-то такое, но сам факт, что это было, это просто невероятно. И я готова перечитывать такой детектив, тем более жанр я люблю, а без основателя жанра полочки будут смотреться как-то очень-не очень. Не знаю, можно ли так, когда в одной книге собраны три произведения, но под одной обложкой, думаю, что всё-таки можно, поэтому с чистой совестью показываю вам сборник «Дафна де Мария». Тут у нас есть «Майя Кудина Рэйчел», «Трактир Ямайка» и «Козёл отпущения». Три больших её романа, которые можно будет читать до бесконечности, погружаться в историю этой книги, узнавать её персонажей. И я в огромном предвкушении и в огромном счастье, что у меня осталось целых три произведения «Дафни де Мария», без которых я, наверное, не смогла составлять полные картины о английской литературе. В какой-то момент я поняла, что роман «Цитадель Арчибальда Кронина» мне просто необходимо вставить в этот топ, иначе я никогда не прочитаю этот роман и не узнаю, чем же там кончилось дело, что же там за завязка сюжета такая, роман о враче, о молодом специалисте, который полон надежд на будущее, на великую карьеру. И мне очень интересно, как же Арчибальд Кронин со своего опыта, потому что Кронин был тоже врачом, тоже специалистом в своей области, как он будет с высоты своего опыта смотреть на своего же героя, и как он поведёт его по этой сложной дороге, где между ним будет вставать выбор чести и долга. С классической литературой у нас покончено, её было очень много, и это оправдано, так как классика всегда мне нужна, и я никогда не потеряю к ней рвение, но также я и люблю подростковую литературу, особенно если она состоит в каких-то сериях. Я не могла не забрать с собой книги Марисы Мэйер «Лунные хроники». У меня только три части, но я не знаю, будет ли докупаться у меня четвёртая, чтобы их было четыре, и это можно было считать как за полноценную серию, но пока вот только три книги, которые просто заставили меня проглотить их, как горячие пирожки. Я целую неделю читала только вот эту серию, и прочитала буквально её от корки до корки на одном дыхании. Это невероятные книги, повествующие о путешествиях в космосе, и космические корабли, космические войны, и политические интриги тут смешались с самыми настоящими сказочными мотивами. Тут вы встретите и Рапунцель, и Золушку, и Красную Шапочку, и Белоснежку, и их истории будут настолько интересно вплетены в мир будущего, что вас просто за уши не оттащишь от этой серии. Не представляю свою библиотеку без серии книг о школе добра и зла с ума на чайной, не я показываю вам три книги, потому что хочу оставить именно каноничную трилогию, законченную историю, в которой рассказывается о Гавальдоне, о мифической школе добра и зла, о добре и зле, противоборстве этих двух стихий, очень противоречивом противоборстве, потому что на каждой стороне есть свои плюсы и свои минусы, и каждый герой раскрывается по-разному. Наверное, при каждом новом прочтении я буду оценивать эту книгу по-разному, и, возможно, какие-то герои, которые мне нравятся сейчас, через некоторое время я взгляну на них совершенно другими глазами. И это будет интересно посмотреть, проверить, как изменится моё мнение. Трилогия Дом странных детей Ренсе Мориск это, наверное, та трилогия, которая не имеет у меня никакого отношения к сказкам, но которую я готова читать до бесконечности. Мне понравились эти мистические приключения странных детей, наделённых невероятными способностями и невероятными умениями. Об этом было очень интересно читать. Я болела за персонажей, и хотя мне показалось, что конец как бы слит, я уверена, что эти книги всё-таки хороши, особенно две первые части. Их я точно буду всегда перечитывать, и у меня, наверное, будут бежать мурашки по коже, потому что от некоторых сцен меня заметно отрясло, и я оглядывалась за плечем. Скорее всего, вы заметили, что книг было не 30, должно остаться одно или два места для ещё нескольких претендентов, которые борются за вот это последнее место. Я бы оставила книгу Дана Токаризи «Потерянные девушки Рима», которую, к сожалению, у меня сейчас взяли почитать, и я остро ощущаю, как скучаю по ней, как хочу, чтобы она поскорее вернулась ко мне домой. Я бы взяла либо её, либо докупила четвёртую, точнее третью часть к «Лунным хроникам Рапунцель», чтобы серия уже стояла собранная и всегда вместе. Вот такой вот топ-30 книг у меня бы остался на книжных полочках согласно теории Марии Кондо, но все мы знаем, что у меня по-прежнему будет много книг, они будут разных жанров и направлений, и никуда от меня моя библиотека не денется. Но вот эти вот книги самые знаменательные, самые горячо любимые, и они стоят буквально на первых рядах в моих книжных полках, и их я буду любить всегда. Пишите в комментариях, какие бы вы книги оставили у себя, если бы вам сказали вот именно такое количество книг. Оставьте, все остальные выкинете, и за что бы вы в первую очередь схватились. Мне будет очень интересно узнать, что вы думаете насчет этой щекотливой теории. С вами была Элизабет Букс, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok